ну вот так игнатий тихомыч вот в интернете я тоже вы тоже мне сбрасывали я тоже видел неоднократно есть такой человек артём волков по моему зовут волков по моему фамилия волк вульф там у него кличка или не знаю как называется канал в интернете вот он такой канал вот видно на экране да да вот здесь он он занимается смотрите 863 тысячи подписчиков он занимается тем что ходят по магазинам и там все что просрочено все что не ну не соответствует закону он это все таким интересным образом ну выявляет как бы скрывает он не говорит для чего пришел берет все прогнившие там или просроченный берет на кассу идет открывает прям там пробует как будто горит нет я горит это не буду ну и сотрудники этого магазина они как бы думают что это какой-то ненормальный человек пришел полицию вызывают а он потом все показывает что они оказывается нарушают незаконно они там могут детей отравить там детские просроченное питание ну и в итоге там его выставляют там полиция угрожают и ролики получаются которые людей очень интересует но и понятно что и он как бы сам в принципе дело такое ну то есть законы нарушают везде во всех магазинах во всех магазинах а он хочет это исправить и вот я хотел вы я знаю что вы посмотрели эти ролики и вам не безразлично был этот человек я хотел вот узнать вот как по вашему мнению что и вообще хорошее это дело он делает или нет и вообще стоит ли ему продолжать ваша фотография исчезла здесь здесь два я сижу зачем меня дважды не знаю почему так давай сейчас сделаю но фотография ваша не видно вот так а то сбой на меня получилось двое какое-то я смотрел неоднократно он тратит много времени полиция приезжает он из них требует у них начинает трепать там то другое есть такие которые ходят чтобы там где-то не курили и там прыжок льва по-разному называется те там на улице уходят где-то ничего не не исправят это конкретно теперь не все продукты на которых показаны сколько и что они порченые нет я знаю знаком с людьми которые ходят и которые серьезно такие фирмы как мария ра они эти люди то которое там они выбрасывают они собирают это дело и разносят по нуждающимся там хорошие прям виноград такой яйца молоко ни разу не выбрасывали никогда и нигде сахар никогда не выбрасывают растительное масло мед а то не гниющие продукты которые могут сохраняться больше тысячи лет и ничего нету тысячи лет а некоторые не понимают этого по глупости это своя этого детей отравят нет нет и от меня травят ну и не надо учитывать что всего полно везде а ему назначили они теперь цифру переставляют на другое сколько масло примерно за столько проходит время какой я узнавал как я не могу эти документы еще по ну так понятно они приставят другая клемма пошли дальше продавать еще на пять лет она стоит это и поэтому она нисколько не портится я брал те которые списаны полностью 10-20 лет прошло как будто сегодня только его выжили вот теперь которые там ходят и добивается это то но он по норме смотрит они продукты хорошие там ничего не нету ну нету лежит помидор лежит в хороших условиях там рыбок это она в холодильнике пролежала она совершенно нормально я весной рыбачил сейчас привез а только весной следующий через год ну влага какая-то из нее испарится и все это не ничего нету ничего в этом и я смотрел несколько роликов и говорю зачем он делает и как те тоже рано или поздно где-то закажут его закажут то есть ухлопают это так видно что и полиция какого начинает а кто поставил откуда которые пришли разобраться он сразу на них начинают и там вверях стоит он блокирует буквально торговать нельзя и они не могут терпеть из-за него везде терпят убыток а что нужно сделать уйти уйти и не заниматься этим он может туда прийти и так кротко смиренно поговорить вот такое дело продукт на самом деле он вот портится разузнать и сказать что нельзя продавать он сказал бы только больше ничего не может сделать что они сказали его который он купил отошел они опять его выставили опять продают потому что они купили кто будет торговать хлеба мне много приносили хлеба которые они более дешевой ценой и я насушил которые мне покупали это это прямо на заводе какая-то некондиционность я насушил полы 50 килограмм мука где 12 мешков полных утрясенных удавленных нагнетенных двенадцать умер с потеряевку и там все и в другой в корче на везде раздавал которые верующие нуждаются некогда даже по два мешка уносили у меня тут сделано на русской на голланд такие решетчатые многоэтажные их сушил и все и которые на солнце я прямо у меня такой слабо наклоненный шифер сушу и отдаю и сами этим питаемся у меня везде под потолком сухари бесят вот как приехали молодей вчера капусты занимался привезли солил дубуновые ездил еще не стряпал отели пешки лепешки толщиной в двух два пальца даже в три пальца вот так вот этих людей надо предупредить видно что люди хорошие а куда силу свой деть не знают сказать о боге они могут ему они продают не то не продают и во-первых тебя никто не ставил это первая очередь дальше на это есть роспотребнадзор санэпидемстанции ты можешь туда сообщить а вот так вот стоять и блокировать торговлю терпеть не будут у всех есть защитники крыша крыша тебе крышу снесут я говорю для его пользы там и здесь вот тот не курить здесь не курить нельзя я это делал я неоднократно делала начинаю говорить о боге о вечности люди сами бросают я им ничем не угрожаю только тем что 13 лет жизни табак отнимает игры последние 10 лет туберкулезом харкать будешь заражать людей я знаю и о чем они говорят на продукты никогда не леса когда курят где-то или безобразнейшие тут можно подойти это надо взвесить чтобы не заработать надо взвешивать а здесь еще он каждого хватает и там вижу там кинулся на какого-то драка или другие там бывает на машину наклеивают за то что они там остановился они сорвать не могут там драки такие а другой не будет этого делать вот напали там а он выскочил ну его звать там как-то недавно суд закончился сама оборона что-то собака лаяла он отпускал а мать позвонила они в ограде своей женой с ребенком мать позвонила ему олегу олег там этот взял с собой еще два охранника еще один их четверо прилетело и туда и по ногам палкой стали бить и жену с ребенком он в комнату заскочил вы схватил нож и троих сразу зарезал зарезал насмерть а один удрал а два охранника тут и погибли вот даже если бывает так суд присяжных очень здорово показано и одну девчонку судят она выходила как представалась женскую красоту показывал а они над ней там что-то смеялись или что-то сделали начали приставать но она не обыкновенная была она с пяти лет занималась военными искусствами ее родители этому и там стояли два тоже два или три охранника люди и когда она спустилась вниз говорит один я только замахнулся на нее я успел увидеть что она мгновенно обернулась а дальше я уже ничего не помню одним ударом она сразу перешибла ему руку сознание потерял два бессознания все на вот так висят двоих сразу убила убила рукой у нее ничего в руках не было и все это показано как и суд ее оправдал самозащита и этого тоже недавно он больше года просидел самозащита была ну как пьяные оказали все и вот где-то на стороне это люди делают не надо делать видно что люди сами по себе хорошие как бы хотят добро что-то сделать но о них надо при беспокоиться не о тех которые курят а ты один еще не сделаешь один выскочил не слова не говоря на машину наклеили он сразу в драку вот который проповедует там на улицах говорит и к нему подходит один ударил а у него охраняют стоят здорово эти подошли сразу легонько и полиция пытается чтобы они пропал нет говорит это слово божие я никому не мешал на парапете стоит и говорит мы видели американец а где-то в германии было вот когда началась эта вакханалия это вся и он идет и кричит пробудитесь люди время такое эти за этих людей может молиться и благодарить я не знаю кто ну видно что неправославное неправославное но очень хорошая господи откроем истину чтобы они были церкви христовой два сорок семь деяния апостолов не церкви нет спасения я вот разбираю беру самое хорошее и там и здесь люди хорошие самое хорошее вот которая уличный проповедник называется это святые люди по другому не скажешь вот в этот момент когда они они стоят там какие-то лесбиянки вы извращенцы вы воду будете гореть он прямо их долбит и и когда один вот так проповедовал говорил а люди идут у него пророческий дух а там куда идут на площадь а там что-то гомосексуалисты геи это парад какой-то готовили то он стоял там на вы где-то далекое а люди через него проходили там узкое такое место и он говорил не ходите вас смерть там ждет а в это время там один уже которое здание было приготовился открыл снайперская винтовка и оттуда начал расстреливать эти геев сколько людей погибло и сразу вспомнили этот и говорил нам откуда он знает один вариант то что он знает того кто стрелял а другой ему открыл это бог и люди шли горит вы за смертью идете вы не вернетесь назад да это не просто так и он оттуда стрелял но это был я не могу сейчас назвать где и как но не один раз это уже было такое где-то молодежь там буйствовала на каком-то острове отдыхали полуостровлю филляндии где-то и один взял автомат у него был и где кого находил подряд всех стрелял и что так и подумаешь что ты конечно тишину он навел но какая тишина как она далась нам это не указано мы христиане мы не можем руку поднять мы можем только молиться плакать поститься беседовать выбрать момент когда кинуть доброе семя в душу этого человека я стою от на вахте но вижу кто-то проходит молодого меня увидел а тут решетка такая ограда загорожена наши конторы где похоже на еще одет стоишь не украли у тебя ничего а у меня собака большая собака восточноевропейская овчарка немецкая это ружье а он стоит курит и бутылка в руке водка такой крутой видно парень то но я стал с ним говорить я вижу на глазах меняется подгорит вам дан ключ к сердцам людей я про это никогда не думал я ему гадаши вы даже не спрашиваю как назвать звать его и сразу вытаскивает порвал и и бросил тут я говорю а водка то вот что делает пьянисты царстве не наследует божие пятая глава первая корица как сказал так а тут столб а он на бетон привязан дерево-то называется пасынок он об этом пасыны как трахнул он разлетел из бутылка мы недолго беседовали все это он готовым не скажете у меня неприятность какая мы ходили там грабили там что делали и вот там игорек у нас хороший был парень то за нами гнались и его пристрелили и он сейчас приходит ко мне ночью и зовет пойдем машет я говорю тебя похоронили идем я отхожу днем год иногда днем является что делать а идет мимо меня на нашу улицу я говорю сейчас ты можешь дойти до дома не оборачиваться ни разу конечно а ты можешь сейчас шапку снять и мы помолимся вместе конечно представь первый раз я его вижу я его из рук все и я господь вышиб все из рук у него мы помолились игру не оглядывайся запомни молитву такую господи иисусе христе сын и божий помилуй меня грешного но если забудешь скажи господи помилуй не оборачивайся только и когда придешь туда дальше церковь православную дальше его направляю и дальше склоняясь на молитву когда он подойдет вот так перекрестить показал как пальцы складывать как перекреститься и он пошел сначала мы с ним помолились я в интернете не садим и молюсь согласен атеист ну я не знаю как аминь можешь сказать конце если ты согласен помолись он аминь говорит эта работа идет и здесь вот так и кто-то не дождался видно что не очень хотел так подожди-ка я гляну на улицу никого нету бывает приедет на машине ночью звонят пакости всякие говорят вчера затеял один ночью звонить ну и знаешь как я поступаю больше нету главное чтобы он не услышал голоса ну вот мой ответ такой если бы с этими людьми связались то другой был разговор один показывает так вот этот интересно как говорит одна девушка она не разговаривает видимо глухонемая она или что и ее обратили к богу не зная православной или нет и она сидит это одна там люди мимо проходят а у нее написано помогите мне помогите мне подходят да не деньги не деньги деньги не нужны она показывает деньги не нужны видать не разговаривает у меня книга есть подарили надо посчитать у нее закладки и библию садятся люди не считают помогите мне и она такие места открывает которые прям сразу наталкивает на жертву иисуса христа вот это интересно а другой такой идет дорогой готов посмотрите народ какой как обкуренная и вот он идет люди из магазина и теперь все это закрытое и он показывает это чтобы этого не было нужно сделать вот так вот по присядьте там то другое эти люди все выполняют пробеги туда-сюда видел может быть туда-сюда пробеги они возвращаются он говорит а он отойдет хохочет ну что не скажу говорит надо вот так покрутиться у вас собака он показывает будто бы он слепой слепой закрытый не видит товарищ темные очки где-то и говорит как а вот у меня собака есть у нее собака на поводке вот надо показать и где тут мой маршрут идет и дать ей понюхать на этом месте понос и люди берут и карта это и ведут куда ему идти собаки ну как собака носа может узнать на полном серьезе он отойдет ну хохочет стоит ну ну вы сами видите что что не скажу все делают через дорогу переведите там перевели через дорогу его а дальше он начинает говорить ну все в насмешку я не все люди это делают ой-ой-ой и поэтому неудивительно что дать до чего мы достигли я все приняли все говорю о том что суммирую это все не надо туда лезть и у меня однажды был такой случай как я иду у меня же сапоги ты видел как меня подковы какие сделали да 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 слышал железо теперь мне надо какие-то подтяжки взять у меня с ноги стаскиваются вот ну я тогда еще не таких собак другие подковы были а тут вышли из роспотребнодзора кажется какой-то какой-то такой государственной большую организацию и женщины вышли и стоят курят а тут гравий на сэ под щебень я иду и как камень-то засыпил я ноги-то плохо поднимают а камень отлетел и я ударил как раз она только в рот папирос и папирос ее не ударила папироса вылетела а я этого даже не заметил то вижу она держала и нет еще я подхожу и говорю а курить женщины вредно она уже на одну папиросу сократилась у меня ноги проповедуют благословенные ноги вот удивительно как даже на дачу рассказывать люди говорят вы все вы думаете да не вы думаешь так да ну вот я бы хотел ну вот это артему волкову да конечно то что в чем вредно еще у него появляется привычка спорить с любым человеком а эта привычка может его привести большим последствиям тяжелым потом он неважно кто там подошел старше не старше он ему говорит таким образом что так так даже нельзя говорить хотя а в это время я слышу как двое спорят между собой я вижу кто прав кто не прав а барани бог выставиться сейчас они мне посторонние если я за носа расскажу что он прав и докажу одного врага уже нажил никогда нигде ни в одно дело не встревай вот и сказали правильно у меня есть разрешение спорит тот кто ничего не знает а кто знает тот возвещает истину я сказал много лет назад ее подхватили в интернете пользоваться ей да как афоризм ну вот так но еще вот он как бы борется против этого вредного питания против такого а у самого реклама идет реклама во время ролика где он рекламирует фастфуды фастфуд вот эти вот не макдональдс там эти вот эти фастфуды же есть там такие бутерброды большие вредные вот это все там кока-кола пепси они там все с этим едят а эти это питание вреднее чем просроченные в магазине все вместе взятая она вреднее а он с этого деньги имеется рекламы а также у него есть в рекламе компьютерные игры он как их рекламирует компьютерные игры то есть наносит вред те кто из-за него начнут играть в игры может быть тысячи миллионы семей от этого погибнут семьи распадаются люди как бесноватый становятся дети теряют детство свое нормальное если он привык этим жить спором вот какой он вроде бы смело и эрудированно ничего этого нету это глупость и он пострадает и крышка хлопнет внезапно так что мозги будут по стенке размазаны этого делать нельзя он любое дело скажу он знает как спорить а доводов нету о жизни вечного никогда не говорит он не знает этого но он избрал вот такое видите там ему платят за это за рекламу может быть платят монетизация идет все это временное посещать смотрите этот исмаилова то добрались черногории то конце концов вызывает а то щеркизовка то в москве то было ему когда арестовали там только товара в это время пришло я не знаю чуть ли на 10 миллиардов которые еще не успели продать на всю страну самый большой рынок был и у него там и лужков ему помогал и пили и золотом все идет доход и речь идет о миллиардах долларов и вдруг он оказалось то ему в долг давал а засплатиться не мог миллион он обоих там родственникам заказал убили и сейчас его затребовали черногория его арестовала наконец он требовал просила политического ну и все остальное это когда было где она вспомни где какие были дюпоны ракфеллеры где они ни одного нету все умирают кто революцию делал ни одного нет на земле нету ни одного а у нету их они умерли и все и поэтому надо делать то что вечное святое а святое вечное это по евангелии сверять надо по слову божию ну значит тогда артем этому можно что пожелать чтобы он бросил это все дело полностью бросил и никогда больше этим не занимался не подходил как продавали продают во всей стране во всем мире а вот когда доказать что он плохой это есть такой ролик каде каде это судья по там арабские реках и он идет и с ним идут люди и он подходит так тапочки продают какие-то что это твердо это кожа не сносить а с которой рядом стоит и говорит это не корове это козе он обман ему он сразу раз его одному подошел на с этой стороны висит у него как материя он спрашивает хлеб свежий свежий хлеб он тогда сам этот каде это судья то в щелме стоит поднимает отломил и какой сорт первый сорт он пожелал на ты ж туда просто добавил так прибить его уши прибить ему к воротам базара как он заорал тогда все все а там уже слуги его схватили и пошли за жалобы на него что жестоко обращается и вот к этому падишаху привели его он пришел поклонился стала стоит с собой книги на тебя каде жалобы идут другие он открывает тогда вот этот закон это ваш отец установил и меня поставил не то чтобы я наблюдал чтобы продавали хорошие чтобы народ не гиб от этих продуктов которые порченые не 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 такое то ну прибить уши это не первый раз я его говорил он хлеб продает первым сортом а у него три дня назад было там заплеснивало и там гороху сколько в нем есть люди зубы ломают все если не так я за счет ну а там же не скажу что уж это прибивать а как я должен делать дальше мое разумение я знаю что ему надо и весь народ идет теперь и приют на него вот такого кадя тут идет когда комментарий нам бы такого каде русским судьи то не продажную шкуру вот так вот есть законы человеческие он по этим человеческим законам которые несовершенные их там всех проносит а то что не знает что ей закон божий который если он нарушает никогда он не спасется и будет вечно гореть в гиене огненной поэтому артем и если он нас послушает посмотрит обратись с той же ревностью к закону божьему к библии с такой же ревностью как ты обратился к закону человеческому и временному из этого говорит если человек будучи неверующим был такой ревностный это как земля которая не засажена к потерянке там крапива растет там хоть что сажать будет расти и если он обратиться к богу то там можно ждать добрые плода если он был до когда был неверующий тюхтяк прятался то и обратиться к богу он такой же будет ревности нету знания нету предупредить его надо это дело очень рискованное и ни к чему не приводит абсолютно ни к чему а христе он не говорит о боге не говоришь ты храм божий ты разрушаешь себя бог спросит за это это ты мог бы говорить то а продукты так никто тебя не ставил для это есть другое человек сам видит какой каждый сам берет и видит брать ему не брать чё ты стал заблокировал тебе так просто прощание не могут они будут разговаривать тем более предприятие крышу если такими структурами заказную тебе сразу в один день устранят вот и все тем более если он не будет с богом то его дух блуда сожрет весь он же вещь так у него он ну занимается там качается там а чтоб качаться надо много есть а если много есть и не знает бога значит он с блудом не справится никогда когда да это тоже надо эту сторону осветить ему но если он привык спорит он каждое слово ваше будет оспаривать он уже не может выйти от особый без демон вот это спорливости им еще нельзя не кощунствует это самые ненадежные люди для царствия божия а то на меня первое над всем издевается кощунники ну может быть он не такой но и среды именно такие кто-то накачиваешь мускул они едят в день там до десяти раз да все такое что питательное было но вот эти которые бодибилдинге там разная никому это не нужно они работать и хотят у нас были спортсмены ему надо это рвануть поднять чтобы видели а если никто не смотрит он в тенющих саду ложится или же а мы каком спалу где-то на на прудах то пашем и пашем как вы деревья там перебирали сколько рубили лишь сам ты говоришь наняться телом что более сильным быть да я к каждый день каждый день занимаюсь сейчас гири и бегаю чтобы летом когда приехать можно было с утра до до вечера без остановки работать с большим с большим темпом у меня как-то девяться которые в деревне то пруд около там росло 17 кажется деревьев а не было ни одной пилы бензопилы а только вручную это но и они растут на этом месте а там маленькая ямка была когда-то там пеленки стирал няньки и вот кто приедет в гости а я ему говорю батюшка ляжет спать мы с вами выйдем и попилим и приезжают людям и пилим и пилим и все убрали а по бульдозере когда наняли он корни это вырвал и как с больные зубы и все а там вот где храм там был это клуб называется там кино показывались ему от который иосиф мы с иосифом ходили туда ему было пять лет как раз лягут спать а я с ним договариваюсь иосифом чтобы ни одному о чем попросите двое или трое написано надо двое и мы выходим на дороге на этот а там крыши нету деревья изнутри растут в таком состоянии стены единственное что осталось от бывшей потеряевки и мы молимся на изгнание демонов и поэтому такое благословенное у нас потеряевки богослужение такой порядок так любят приезжать к нам архиерей это мы с осей молились там много ночей это иосиф который сейчас уже большой взрослый ну конечно на краю там живет то все это племянник мой мы молились очень хороший он да но он сейчас я говорю там с урожаем на машине ездит и и вот я его оставил что показал за голубями ухаживать ответственное дело до шарика вспомнишь когда говорили там слоны веди себя как достойно в церковь а то закатами ну коты и слоны тут тоже понимать так и здесь какие-то коты хотя у меня и котов хватает голуби да здесь я ехал и много кошки половили молодых видно осталось всего двенадцать ну спаси христоса гнать и тихоныч за ответ да еще что то есть ну да давайте я сейчас еще раз зайду давай снова заходи а а а а а а а а